Немногие поймут, немногие вспомнят. Привет, друзья, с вами я Алекс, и я наконец-то начал снимать видео по вашему видео. И как вы уже поняли по названию этого видео, это обучалка на элемент ласточка. Это легкий, но зрелищный и очень популярный элемент. Несмотря на то, что его обычно учат в самом начале пути в воркауте, его часто используют на соревнованиях, опять же из-за его зрелищности. Как вам следует изучать этот элемент? Для начала надо взяться двумя верхними хватами, немного уже своих плеч и, вися на перекладине, просунуть свои ноги между рук. Существует два метода захода на этот элемент. Первый, так называемым раскрытием, вы просунули ноги между рук и как бы раскрываетесь в этот элемент. Второй, опускаетесь в конечное положение с вертикали. Вы поймете, каким способом легче изучать вам этот элемент, только попробовав оба. Лично я изучал это вторым методом, медленно опускает до горизонтали и ловя положение. Сначала с непривычки у вас может болеть голова, но это с опытом пройдет. И для чего ставить руки уже плеч? Все для того, чтобы не держать вес своего тела только мышцами. Как бы держать корпус руками, не давая ему упасть. Также упростить этот элемент можно с согнутыми ногами или ноги в рост. Это как бы читерство для тех, кто не может пока сделать чистый элемент. После того, как вы научитесь легкие варианты исполнения этого элемента, можете переходить к более сложным вариациям. Ласточка нижним хватом, ласточка на одной руке, опускание с упора на брусьях. И повторяюсь, этот элемент достаточно легкий, и выучить его может каждый. Давай! Ребята учат ласточку. Давай еще немного, красавчик. Что ж, друзья, надеюсь, вам будет полезно это видео. Я рассказал вам все, что нужно для изучения этого элемента. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, и оставляйте в комментариях элементы, на которые хотите видеть обучалки. С вами был я, Алекс. Спасибо вам за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok